Есть на Черноморском побережье Кавказа магазин модной одежды, хозяйку которого зовут Элеонора. И у нее работают две продавщицы, Эмма и Исидора. Всех троих женщин друзья называют просто Элька, Эмка, Эска. Подобным же образом в разговорной речи называют что? Размер одежды, совершенно верно. В один день так совпало. Эмма выходила замуж, Исидора, к сожалению, неожиданно попала с аппендицитом в больницу. Хозяйка Элеонора отлучилась с салон красоты на окраску волос. И попросила своего мужа, Тофика Пофиковича, немного побыть за прилавком, если что-то непонятно, предлагать клиенту кофе и ждать, когда она вернется с салона. А тот строитель, понимаете, у него своя бригада. Он русский язык в общем-то знает, но не силен в тонкостях торгового лексикона. И вот в магазин заходит покупательница. Давайте вспомним еще раз. Эмка, то есть Эмма у нас где? Замуж выходит, умница, вы все помните. Эска Исидора в больнице с аппендицитом. Элька, Илеонора хозяйка, красят волосы в салоне. А в магазине только кто? Тофик Пофикович. Значит, покупательница рассматривает в подарок мужу рубашку определенного фасона, но размер великоват, а у него средний. Дальше буду рассказывать в лицах. Скажите, пожалуйста, Эмка есть? Эмка? А, конечно, Эмка есть. Только сейчас она нет. А когда будет? Один бог знает, когда свадьба кончится. Только как жених станет, эта муж, Эмка опять здесь будет. Может, три дня, может, один неделя. Я не могу понять, ее что, жених взял поносить? Конечно. Жених будет немножко поносить. Только на свадьбу. Дома уже носить не будет. Тяжело. У вас что здесь, какой-то секонд-хенд? Уважаемый, я этот русский слово не знаю. Давайте, Люша, я вам кофу угошу. Давайте сначала мой вопрос решим. Эмки нет, может, есть эска? Эска? Конечно, эска есть. Она будет когда-то позже. Тоже через неделю и три дня? Может, больше. Зависит это, как хорошо зашьют. Она что, с дыркой? Конечно. У эска это забиль, как называйся, ненужный, надо отрезать и обратно зашевать. Какой-то брак, что ли? Нет, это у эмка брак. Эска брак не биль, никто не берет. Один раз гурген питался, сразу назад вернули. Сказали, не подходит. Странно, это же такая современная модель. Уважаемый, не смещите эска модель. Сзади, если смотреть, на контрабас похожий. Вы что-то путаете в размерах. Вы, наверное, недавно в магазине работаете. Честно, я тут вообще не работаю. Я здесь, а жена подзаменяю. А я свой бизнес имею. Такой же, только другой. Что, кройка и шитье? Да, только правильно, стройка и рытье. Давайте я лющи восковы налю. Давайте подберем то, что мне нужно. Нет ни эмки, ни эски, но а элька-то есть? Элька. Элька. Да, элька тем более есть. Через час будет. Надо же, через час. А цвет будет такой же? Зачем? Цвет поменяется. Как поменяется? Покрасится, да? Раньше элька цвет имела темно-серый блендинь, а сейчас будет светло-рыжий шайтан. Это что за колор? Не колор, а лорка. Лорка ее красит. Зачем же хорошую вещь перекрашивать? Как по-русски. Чтобы шерсть били, как новий. Слушайте, зачем вам вообще элька? Как зачем? Мужу хотела подарить. Чей мужу? Моему мужу на день рождения. Э, ведь что такое, говорите? Элька мне сам нужен. Ну так бы и сказали, что вы ее для себя отложили. Конечно, отложили еще до свадьбы. Ладно, бог с ней. Есть у вас хорошая майка? Майка? Майка есть. Очень хорошая майка. Только она не здесь. А где? В туалете. Пол убирайся. Вы что, в туалете майкой полы моете? Нет, швабрам. А майка за него держится. Раньше у нас эмка пол миля. А сейчас замуж идет. За эту вам и майку взяли. Тут я попрошу представить лицо этой несчастной покупательницы. Эти выпученные глаза и открытый рот. А, так это что? Майка? Элька? Эмка? Женщины, что ли? А что, рубашка, что ли? Так мне как раз рубашка и нужна. Желательно размера М. И хочу спросить вас русским языком. Есть ли у вас нужная мне сорочка? Так бы сразу и спросили. Сорочка у нас точно нет и не будет. Почему? Потому что сорочка еще в прошлый год в Израиль уехала. Да, тяжелый случай. Не везет сегодня моему мужу. Может мне для себя что-нибудь присмотреть. Есть у вас стильный топик? А вы разве не видите? А вы разве не видите? Женщины, подождите, кофе готово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!